Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Здравствуйте, в эфире служба новостей город. Меня зовут Дмитрий Сорокин. В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем о самых важных и интересных событиях среды 28 августа. Вот коротко некоторые темы. Нижегородский священник, пропавший в Израиле, до сих пор не найден. Что думают его близкие и друзья по поводу загадочного исчезновения? Максимум 20 минут. Неужели скорая помощь в Нижнем Новгороде станет действительно скорой? Прямиком из Нью-Йорка. Всемирно известная модель Наталья Водянова побывала в Семенове с благотворительной миссией. Сбежал во время переезда. Нижегородка разыскивает любимого питомца, сахарного посума. А также в 66 дадут фору любому юнцу. Нижегородские тяжелоатлеты показали всему миру, какая она силушка богатырская. Теперь по всем подробнее. Уже почти две недели в Иерусалиме ищут пропавшего нижегородского священника. Недавно географию поиска расширили. Теперь полиция прочесывает территорию Палестины. Ну а родные отца Василия дополнительно планируют нанять частного детектива. Елена Демидова продолжит. Ну все понятно. Полиция никаких справок не дает. Ну все хорошо. Ладно. Ладно. Брат Василия Григорий Варламов только что разговаривал по телефону с женой священника Инной. Новости не такие радостные, как хотелось бы. Точнее, их вообще нет. И так уже почти две недели. Клирик собора Пресвятой Богородицы, что на улице Рождественская, пропал в Иерусалиме, куда он с семьей отправился в паломничество рано утром 17 августа. Вышел перед завтраком на улицу подышать. Отец Василий плохо переносил жару. И не вернулся. Брат Претаилея считает, что в исчезновении отца Василия замешаны местные жители. Их могла привлечь внешность русского священника. В момент исчезновения он был в мирской одежде. У него такая вот длинная борода ортодоксальная. Если он ее... Волосы длинные. То есть вот так он распустит, и вот у него шапочка маленькая черная. Он, ну, чейший там хасидский раввин идет. Конечно, мог привлечь внимание в арабском районе какой-то шпаны. Вот. А если он убирал бороду, он ее там заплетет, косичку подогнет, у него получается небольшая борода. Волосы зачешут назад. У него, опять же, маленькая какая-то вот такая шапочка ему подарили. Греческая она была какая-то, или грузинская. Она вот такой таблеточкой. Наденет на голову, наденет черные очки. Это, я не знаю, или это Ишамиль Басаев там, какой-то талиб. Вот отец Василий бывал у меня в гостях, и как раз здесь, когда он был за компьютером, и ему захотелось побольше поинтересоваться, как пользоваться интернетом, вот он здесь сидел, как раз на фоне этой занавески, и сделан этот снимок. Лучший друг Василия, художник Игорь Левин, показывает одну из немногих фотографий священника. С ним он познакомился в художественном училище. Клирик Строгановской церкви, несмотря на то, что носит сан, еще пишет картины и детские сказки. Когда Игорь Леонидович узнал, что его друг пропал, активно начал распространять информацию о помощи в социальных сетях. В интернете сотни репостов этой записи. Версию, что священник мог сам уйти в неизвестном направлении, Игорь Левин отвергает. Василий человек очень светлый, он духовно чистый человек, постоянно откликается на чужую боль, на чужое горе. Он настоящий истинный подвижник от церкви. Он всегда, прежде всего, вел себя просто активно, вел духовную жизнь. Еще одна версия исчезновения священника взяли в заложники. Ситуация в Израиле сейчас не самая благоприятная. Евреи продолжают конфликтовать с палестинскими арабами. Кстати, по информации родственников, совсем недавно пояс священника вышли за пределы Израиля. Жена и 17-летняя дочь Василия продолжают жить в монастыре в Юрусалиме. Нижегородская епархия перечисляет в семье деньги на проживание. Помогают и простые верующие. Сразу после того, как отец Василий пропал, прихожане Строгановской церкви, где служит священник, начали сбор средств. Любой нижегородец может внести свой вклад. Деньги на поиски протеерея собирают в церковной лавке. Я там пожертвовала определенную сумму денег. Конечно, нужно помогать. Людей надо спасать. Тем более таких людей, которые за нас молятся. Во благо нас. Как могла, помогла. За судьбу Василия Варламова переживают не только прихожане, но и те люди, что стоят на паперти. По их словам, этот священник никогда не проходил мимо, чтобы не поинтересоваться, как дела. Отец Василий, да, мой крестный. Родные отца Василия решили искать священника своими силами. Они планируют нанимать частного детектива. Елена Демедова, Михаил Корякин, служба новостей город. Десять нижегородских спасателей МЧС продолжают помогать в ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке. Я напомню, их отправили туда неделю назад. Сейчас нижегородские сотрудники ведомства патрулируют подтопленную территорию, следят за обеспечением правопорядка и безопасностью населения. Ситуация с паводком на Дальнем Востоке по-прежнему сложная. В Хабаровском крае и в Еврейской автономной области уровень воды в реках продолжает пребывать. Сейчас в подтопленных районах работает около 40 тысяч сотрудников МЧС и около 6 тысяч единиц техники. Редакция сотрудников МЧС России, работающих в районах с подтоплением, также трудительные сотрудники контрагинга МЧС России по Нижегородской области. Они несут дежурство на реке Амур и города Хабаровска. Специалисты на водках проводят мониторинг паводка в обстановке, осматривают в районе возможного подтопления, а в случае необходимости оказывают помощь в ВУК и людей из подтопленных домов и подстроек. Я напомню, помочь пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке призвал нижегородцев и глава администрации Приволжской столицы Олег Кондрашов. По всей стране сегодня идут сборы помощи пострадавшим. Я прошу всех нас подключиться к этой работе. Мы продолжаем. Жители дома номер 47 по проспекту кораблестроителей все-таки добились ответа от властей города. Ситуацию с уплотнительной застройкой письменно прокомментировал глава Департамента градостроительного развития города Александр Бодриевский. Я напомню, почти два месяца жильцы дома номер 47 по проспекту кораблестроителей в Сормовском районе не могли достучаться до городских властей. Причиной жалоб стало строительство в их дворе высотки с подземной парковкой. Местные жители считают, что стройка ведется незаконно. И вот теперь выяснилось, что подозрения людей не безосновательны. В официальном письме из городской администрации сказано, что проектная документация на строительство многоэтажного жилого дома не соответствует требованиям градостроительного плана земельного участка. При этом конкретного решения проблемы в письме люди так и не нашли. Бодриевский посоветовал им обратиться к другому чиновнику, заместителю главы городской администрации Сергею Миронову. И когда они получат следующий ответ, неизвестно. Теперь к другим темам. Все социальные сети Нижнего Новгорода в среду облетел крик о помощи. Татьяна Мурзинская просила нижегородцев откликнуться, если кто-то видел ее домашнего питомца. Сахарный посум сбежал из квартиры через форточку, когда женщина пыталась переселить его в новый домик. Экзотический зверек по кличке Пончик пропал в ночь суббота на воскресенье. Сахарные посумы активны именно в это время суток. Любопытное животное выпрыгнуло в окно второго этажа. Поиски пропавшего посума в квартире и на улице не дали результатов. Ну, конечно, мы все проверили. Проверили деревья, которые рядом находятся. Потому что они вообще-то живут на деревьях. И вполне возможно, что он забрался на дерево. Татьяна всеми силами старается найти пропавшего питомца. Заметить такого необычного зверяка на улице просто. Он достаточно большой. Один только хвост в 20 сантиметров. Хозяйка Татьяна очень надеется, что у любимого Пончика все же подобрали себе случайные прохожие. Нашедшему Татьяна обещает вознаграждение. Если вы видели зверяка, звоните к нам в редакцию по номеру 217-01-71. Во-первых, если этот человек, который нашел Пончика, приютил у себя, и если он ему приглянулся, то мы в награду хотим предложить ему малыша от нашей пары. Либо денежное вознаграждение. Сейчас небольшая реклама. После нее продолжим. И вот о чем пойдет речь. Прямиком из Нью-Йорка. Всемирно известная модель Наталья Водянова побывала в Семенове с благотворительной миссией. Максимум 20 минут. Неужели скорая помощь в Нижнем Новгороде станет действительно скорой? А также в 66 дадут фору любому юнцу. Нижегородские тяжелоатлеты показали всему миру, какая она силушка богатырская. Каждый мечтает жить в экологически чистом районе и при этом каждую минуту иметь доступ ко всем благам современного общества. Например, коттеджный поселок Каменки полностью находится в окружении лесов, озер и при этом имеет качественные дороги, все необходимые коммуникации, собственный детский садик на территории. К открытию готовится торговый центр. А недавно в поселок был проведен высокоскоростной интернет, что позволит жителям всегда быть в сети. Жилищный комплекс Каменки. Здесь совершенно новый подход к жизни за городом. Сайт www.kamenki.com Телефон 411-11-32 Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» открыл в Семенове спортивно-игровую площадку. Она стала уже 99-й в России, построенной по инициативе известной топ-модели. Заниматься там смогут все дети абсолютно бесплатно. На открытие площадки Водянова приехала лично и пообщалась с юными спортсменами. Репортаж Юлии Рябовой. Говорят, что известные люди никогда никуда не ходят одни. Вот это мой антураж. Под антуражем Наталья Водянова подразумевает своих детей. Сыновей Лукаса и Виктора и дочку Неву. Впрочем, на этом какие-либо упоминания об известности и звездности заканчиваются. Вместе с детьми Водянова водит хороводы, поет песни, общается и фотографируется. И практически ни на минуту не расстается с младшей сестрой Оксаной. Она с детства страдает аутизмом. Поэтому о том, кому помогает Водянова, знает не понаслышке. Вместе с сестрой в лагерь они приезжают уже второй раз. В прошлом году жили здесь целую неделю. Идея строить игровые площадки пришла к Наталье Водяновой после трагедии в Беслане. Пострадавших детей нужно было как-то отвлечь, например, игрой. Но сделать мечту реальности удалось только спустя пять лет. А первым городом, где появилась игровая площадка, стал родной для Водяновой Нижний Новгород. Для того, чтобы окружающие были счастливы, она не жалеет ни средств, ни сил. Например, недавно призналась, что с детства ненавидит бег, но несмотря на это приняла участие в благотворительном красочном забеге. Вырученные в рамках не 800 тысяч рублей пойдут на развитие открытого ей уже в столицу Приволжья Центра поддержки семьи. Так уж она привыкла с детства, а теперь учит этому и своих детей. Это почти семейный фонд. Я начинала его со своим мужем и очень надеюсь, что когда-нибудь его передам своим детям. Поэтому Люкас с четырех лет принимает участие во всех наших больших акциях. И он, конечно, для него, когда он говорит про фонд, он говорит, что это наш фонд. Что там у нас происходит. Молодец. Давай пять. Давай пять. Молодец. Куда еще пойдем? На какие качели пойдем? Саша Романов один из тех самых особенных детей. Как и у сестры Натальи Водяновой, у него аутизм. Вместе с мамой Надеждой уже освоил большинство аттракционов комплекса. Только здесь она может свободно отпустить его погулять одного и не беспокоиться, что с ним что-то случится. А еще здесь его принимают таким, какой он есть. С 2004 года приезжает сюда как домой. Сейчас мальчику 17. Свои первые слова он произнес в 7 лет. Именно после лагеря. Он, конечно, не любит, когда много народу. То есть это свойство его характера. Поэтому он всегда наблюдает это со стороны. А когда кто что выполняет, там по горкам лазит, там где-то что-то. Он все это наблюдает со стороны. А когда все расходятся, он пошел туда, где были все остальные. Это другие. Интеграция и социализация. Здесь не просто два непонятных слова. Обычные и особенные дети с синдромом Дауна, детским церебральным параличом и аутизмом живут и общаются наравне. Они учатся видеть то, что происходит вокруг. Они учатся воспринимать людей вокруг. Они в первую очередь, конечно, социализируются. Это очень важно. Это очень важно для них, для их семей, для того, чтобы родителям и тем, кто с ними проводит большую часть времени, было легче находиться в обществе, в наших дворах, в наших парках, в нашем общественном транспорте и так далее. Программа благотворительного фонда, в рамках которой строятся детские площадки, называется «Игра со смыслом». Философия ее заключается в том, что для детей игра – это не роскошь, а необходимость. Фонд поставил перед собой задачу построить на территории России 500 игровых комплексов и парков. И одна пятая этого пути уже пройдена. В пятницу в Нижнем Новгороде Наталья Водянова откроет сотую игровую площадку. Юлия Рябова, Николай Хлобустов, служба новостей «Город». Родители, чей ребенок ходит в детский сад, с 1 сентября ждут финансовые изменения. Какие – расскажем далее, короткой строкой. Также в этой рубрике и другие новости города. Надзорно-профилактическая операция «Жилище-2013» пройдет на территории Нижегородской области. Контроль проведут пожарные службы. Особое внимание будет уделяться домам-небоскребам, зданиям с низкой степенью устойчивости при пожаре, а также постройкам с печным отоплением. Эта треть стала особенно актуальным после крупного пожара в центре Нижнего Новгорода. Бригада скорой помощи должна доехать до больного не более чем за 20 минут. Минздрав России публиковал новый приказ, вводящий такой регламент. В связи с этим и станции скорой помощи должны устанавливаться с учетом 20-минутной транспортной доступности. Нововведения начнут действовать с 1 января 2014 года. Этим летом в лесах Нижегородской области заблудились 18 человек. Пять из них не найдены до сих пор. Их поиски продолжаются в лесах Вачского, Семеновского, Володарского, Богородского и Варнавинского районов области. Эти данные сообщил начальник 8-го отдела управления уголовного розыска Главного управления МВД России по региону Павел Савинов. Также он напомнил, что не рекомендуется посещать лес в одиночку и без средств связи. Расчет средств на содержание детей в детских садах изменится. С 1 сентября вступает в силу новый федеральный закон об образовании, согласно которому дошкольное образование относится к отдельному типу образовательных организаций. В расчет родительской платы не будут входить расходы на содержание здания детской дошкольной организации. То есть, если раньше стоимость затрат на содержание ребенка в Нижегородской области составляла порядка 7-8 тысяч рублей в месяц, то теперь эта стоимость опустится до 3-5 тысяч рублей в месяц. Депутаты Государственной Думы России внесли законопроект, который отменяет обязательно единый государственный экзамен. Выпускники школ смогут выбирать между ЕГЭ и традиционным экзаменом. Изменения касаются прежде всего гуманитарных дисциплин. Законопроекции предлагается исключить возможность сдавать с помощью тестов историю, общество знаний и литературу. Инициативу обосновывают прежде всего тем, что ЕГЭ вызывает у школьников сильный стресс. Нижегородцы продолжают присылать в нашу редакцию обращения с жалобами на бездействие аварийных служб. И вот очередное любительское видео. Эти кадры сняли на мобильный телефон наши зрители. На Казанском съезде уже не первый день лежит столб. Он упал, видимо, в результате ДТП прямо на провода, стоящих рядом световых опор. По словам автора видео, еще чуть-чуть и линии электропередачи не выдержат такого напряжения и оборвутся. А это значит, что под угрозой освещение на одном из самых крутых автомобильных спусков города. Эти кадры мы получили прямо перед эфиром. И к следующим выпускам постараемся выяснить причину такого бездействия. Возраст не помеха. Нижегородские тяжелоатлеты, кому за 65 лет, вернулись из Турина. Там проходили всемирные игры мастеров. Результаты превзошли все ожидания. В копилке спортсменов золотые медали и новые мировые рекорды. О секретах недюжей силы в солидном возрасте. Андрей Яганов. Подходит к весу 100 килограмм и тренируется на нем. Не поднимает максимально, а тренируется, отрабатывает элементы упражнения толчкового. Несмотря на внешнее сходство с губернатором Нижегородской области, этот человек к политике никакого отношения не имеет. Вот уже более полувека Евгений Сидорог, кстати, как и Валерий Шанцев, житель Зеленого города, и его товарищ Александр Курнев занимаются тяжелой атлетикой. Сейчас спортсменам по 66 лет. Несмотря на это, они продолжают тренироваться и принимать участие в соревнованиях высокого уровня. Сейчас тяжелоатлеты вернулись с очередного турнира. Всемирных игр мастеров, которые проходили в итальянском Турине. Подобно Олимпийским играм, они проводятся один раз в 4 года. А участие в таких соревнованиях принимают спортсмены в возрасте от 35 до 80 лет. Три раза в неделю, как минимум, надо заниматься свое мастерство, как говорится, поддерживать свое мастерство, то, что ты умеешь, то, что ты можешь. И работай вот над этими четырьмя физическими качествами. Скорость, сила, координация и гибкость. Всего участие во всемирных играх мастеров приняли более 13 тысяч спортсменов из 107 стран. Соревновались они в 30 видах спорта, в том числе и тяжелой атлетике. Нижегородцы стали лучшими в своих весовых категориях, в полусреднем и супертяжелом весе. В отдельных упражнениях спортсменам даже удалось поставить рекорды всемирных игр. Александр Курнев побил рекорд в упражнении толчок – 115 килограммов. А Евгений Сидорок установил новый мировой рекорд в упражнении «Рывок» – 95 килограммов. И даже приподнять такую штангу весом в 100 килограмм молодому человеку в 22 года не под силу. Наши же земляки, несмотря на свой возраст, делают это в два счета. Чемпион страны, чемпион Европы, чемпион мира и чемпион всемирных игр. И такие же у Александра Александровича, плюс за победу в абсолютном, так сказать, посетении Синклера, первостной своей возрастной группе. Эмоции от участия в соревнованиях такого уровня у спортсменов сейчас в избытке. Говорят, все прошло на очень высоком уровне. Расстраивает только то, что власти поддерживать ветеранов спорта не спешат. На все чемпионаты приходится ездить за свой счет. А расти еще есть куда. Максимальный возраст тяжелоатлета на этих всемирных играх составил 80 лет. Я себя попробовал, и мне очень понравилось. И потом втянулся в это дело, и уже 6 лет после ухода на заслуженный отдых я регулярно тренируюсь как спортсмен. И это очень хорошо стимулирует, так сказать, открывает определенные перспективы. Глядя на этого Михая Хуску, у меня и у Александра Александровича есть перспектива. Еще 15 лет мы можем тренироваться. Сейчас атлеты готовятся к Кубку России, который состоится в октябре в городе Россош. Активно тренируются и ищут спонсора. А помимо занятий спортом ведут активный образ жизни. Водят автомобили и пишут статьи в специализированные спортивные издания. Не забывают ветераны спорта и о молодом поколении. Со своей стороны они всегда готовы помочь и поделиться ценным советом. На какой-то стадии подготовки надо через это пройти. Посмотрите, если я на классе не жалую, я бы тебе разделал так. Причем. Ну умнее, ты просто не пробовал. Андрей Яганов, Александр Батраков, Служба новостей город. И на этом у нас все. Если вы стали свидетелями уникального события и сняли его на свой телефон или видеокамеру, обязательно звоните к нам в редакцию по номеру 217-01-71. Я также напомню, что все новости выпуска дублируются на нашем сайте. Его адрес сейчас вы видите на своих экранах. Впереди еще прогноз погоды. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всего самого доброго и до встречи на Первом городском. Городские окна для тех, кто ценит свой комфорт. Собственное производство. Разработка проекта под любой размер и индивидуальной формы. Компания «Городские окна». Улица Ижевская, 76. Телефоны 415-67-21. Автомобили «Ситроэн» ждут вас. Тем более, что сейчас выгода до 130 тысяч рублей. «Ситроэн» – реактивных нарожителей. Подробная информация в отделе продаж «Ситроэн-центра Нижний Новгород» по адресу базовый проезд 1Е. «Буржуйка». Пиролизные котлы, в которых горит топливо и газ, который оно выделяет. Эффективность горения максимальная. Расход топлива минимальный. Твердотопливные котлы «Буржуйка». Бесплатная доставка. 213-66-13. Компания «Мир ворот НН» – эксклюзивный представитель итальянских производителей на Нижегородском рынке автоматических систем ограждения. Любые виды ворот, ролетов, шлагбаумов, полный спектр обслуживания, европейское качество. Компания «Мир ворот НН». Сделай свой бизнес надежным. Телефон для связи 423-93-43. Агентство «Император». Надежный помощник на рынке недвижимости. Улица Октябрьской революции, Дон 56. Станция «Метро Чкаловская». Телефон 245-0104. Магазин спортивного оборудования и единоборств «Спортконтинент». Силовые тренажеры, кардиооборудование, экипировка для бокса и многое другое. Ждем вас по адресу. Улица Коминтерна, Дом 2. Станция «Варя». Лето – время перемен. Начни свой ремонт с компанией «Уютный дом». Утеплитель, сайдинг, теплица, поликарбонат, металлочерепица, профлист и джуд. Все для ремонта и строительства по низким ценам. Уютный дом. Улица Щербакова, 37. Телефон 413-70-35. «Волга Энергосервис». Установка счетчиков газа, электричества и воды. Полный спектр сантехнических работ. Телефон для справок. 256-18-32. 29 августа в Арзамасе. Днем плюс 17 градусов, переменная облачность. Ночью плюс 12. В Гороце – 17 градусов тепла днем, облачно с прияснениями, ночью плюс 12. В Сергач – днем плюс 18, малооблачно, ночью плюс 12. В Чкаловске – днем плюс 16, облачно с прияснениями, плюс 12 ночью. В Дивееве – 18 градусов тепла днем, переменная облачность, ночью плюс 12. В Иксе – днем плюс 17, облачно с прияснениями, плюс 13 ночью. В Держинске – днем плюс 18, малооблачно, ночью плюс 12. 29 августа в Нижнем Новгороде – днем плюс 17, переменная облачность, ночью плюс 13. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова